Приветствую вас, Александра. Ну, осуждать вас точно никто не будет. Более того, я могу сказать, что страх осуждения, страх оценки, это все-таки больше про ваши комплексы, про некоторые стереотипические элементы мышления и так далее. Что при необходимости и при наличии желания можно корректировать. Следующий момент, Александр, насчет насилия. Традиционно факт страха изнасилования и последующей беременности связан, конечно, с определенной жертвенностью в поведении. Хотя и беременность, на мой взгляд, довольно здесь специфический страх, который требуется поисследовать несколько отдельно. Да? Вот, чтобы понять, с чем именно связан вас. Вы, например, беременность воспринимаете как что? Как климо, как, там, не знаю, пятно на своей репутации, как элементы ограничения свободы, как напоминание об изнасиловании, как о чем-то пассивном. Как отношение, скажем, к материнству или, может быть, что-то еще. То есть, вот здесь, вот эти вот все моменты, их нужно поисследовать. Поисследовать, то есть, вариантов достаточно много. Но изнасилование как таковое, само по себе, связано в первую очередь с, во-первых, с жертвенностью, то есть проблемами с ответственностью, личной ответственностью за себя, за свою жизнь, за свои действия и поступки. С другой стороны, с недоверием себе, то есть, как ни странно, но боясь изнасилования, то есть, откуда-то вот вы, ну, как-то вы пришли к этой идее, да? То есть, вы в тексте об этом не пишете, но, тем не менее, вы как-то пришли к этой идее. Неважно, был ли вас косвенный опыт, что вы прочитали, испугались или у кого-то из ваших близких друзей такой опыт был. Но вы на этой мысли, как бы, засыклились, и засыклились на этой мысли вы не случайно. Страх, как правило, это определенные желания человека, которые он сам себе запрещает. Что такое, что такое изнасилование? По большому счету, это, с одной стороны, наказание, что идеально подходит, если вы считаете, что вы достойны наказания. С другой стороны, это полная несвобода, то есть, это полное подчинение. И вам может хотеться в глубине души этого самого полного подчинения. Потому что вы не доверяете себе, и вы не хотите, чтобы кто-то поместил в такое несвободное положение. А быть свободным вы боитесь. То есть, вот этот страх, это вот неизвестность, неумение положиться на себя, это, условно говоря, ну, скажем так, состояние парения в невесомости. Когда не на себя опереться вы не можете, значит, постоянно боитесь интервенции извиня, вторжения извиня. Ну, и, может быть, специфическое отношение к сексу тоже. Так или иначе, все эти вещи нужно изучать, исследовать, прорабатывать, проживать, и тогда ситуация ваша изменится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация изменится. Удачи. Удачи не только. Удачи не только. Удачи о том, кому безопасно. Продолжение следует...